Ребят, смотрите, это Lexus 21 года, наизбежайший, полностью запакованный RX 350. Смотрите, на нем подарочный банду, а это значит, что сегодня он стал нашим. И поэтому следует, что в этом видео вы узнаете о том, как мы вообще собрались купить себе свою первую новую машину в Америке, что лучше выбрать, кредит, лизинг, что для этого нужно, какие варианты возможны, и как мы к этому пришли, как все управляли, мы расскажем, покажем, оставайтесь с нами, пристегнитесь и поехали. И забегая немножечко вперед, друзья, мы приготовили для вас очень классный бонус, потому что если вы уже давно переехали, у вас нет машины, или вы хотите поменять тачку, или только собираетесь переехать, и у вас есть мечты и планы про машину, у нас есть для вас промокод, который вы можете использовать, прийти к броферу, и у вас будут офигенные вкусные условия и стопроцентно положительные результаты схода по любому увидите на своей машине. Поэтому подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, оставайтесь с нами в этом видео. Поехали! Всем привет! Вы на канале Wonder Family Vlog, и сегодня мы вам расскажем о том, как мы брали свою, точнее берем свою первую американскую машину, какие это будут попытки, лизинг, кредит, что это будет за тачка. Ну ладно, забегай вперед, этот мустанг, который стоит сейчас здесь у меня, это не та самая тачка, которую мы взяли, это машина, которую муж взял мне на несколько дней на прокат на день рождения. А сейчас мы едем в салон забирать свою машину, которую наконец-то нам уже Паша спалил. Я сказала, потом будем все рассказывать. Ну короче, мы едем в салон забирать свою машину, а как это было, расскажем вам примерно по дороге. И как это будет, покажем уже в реале. История началась с того, что мы почти полтора года берем машину здесь... Боже, берем машину здесь... В Рыбатских очках поедешь? Ну блин, ты меня сжала нормально. Ну конечно, мне будет волосы, глаза с открытым. Кстати говоря, мустанг здесь, это студенческая тачка. А для нас это что-то... Так вот, короче, мы почти полтора года арендуем машину, платим в никуда. Хотя могли бы также себе взять машину, платить те же самые деньги. Но при этом у нас бы уже нарабатывалась кредитная история, которая важна здесь в принципе вообще везде, для всего и всегда. Особенно если мы вдруг однажды планируем покупать свое жилье. И мы решили попробовать взять свою машину. Сначала мы хотели взять машину в кредит. Мы смотрели GMC, трехрядный, или Cadillac. Ну что, оказалось, вот. Мы приехали в салон, подали заявление в банк, заявку на кредитование, финансы. Машина, которую мы выбрали, это был GMC UConn XL 2020 года. Стоила она 55 тысяч долларов. Подали мы заявку на финансирование, и банк одобрил нам кредит 20 тысяч долларов. Это означало то, что 35 тысяч оставшихся разниц в цене мы должны были доплатить из своего кармана. Таких денег у нас, конечно же, нету. Мы стали искать другие варианты. Так что будет 25 тысяч долларов машина, 1000, 5 тысяч долларов самим. И 1020 дал нам банк. Но мы не нашли ничего интересного, подходящего, и тем более нового. И нам хозяин, господи, хозяин, дилер из GMC предложил попробовать лизинг. И посоветовал нам, русскоговорящими здесь, человека, брокера. Приехали мы в салон, посмотрели разные машины. И мы решили взять Lexus GX трехрядный, подали заявку на лизинг. И нам его одобрили. Как это было, смотрите. Тише, мы начали записать это видео, записывать чуть позже. В общем, вы на канале Wonder Family Vlog. И в этом видео... Ой, подождите. И в этом видео мы будем пробовать брать в аренду... Не в аренду, в лизинг. Это почти как кредит, только лизинг на три года или по милям. Новый Lexus GX какой-то там... Да, может, не... Короче, новый Lexus 21-го года. И мы не стали... Нет, мы в этом видео покажем, как мы пытались брать кредит. Пытались. Подожди, мы уже ходили в салон, нам посоветовали русскоязычного менеджера в Lexus салоне. Вот, они нам помогли все правильно заполнить, как надо заполнить, чтобы максимум получить. То есть, не просто... Ну, я не знаю, они по-честному заполняли. Да, заполняли все по-честному, просто вот мы ждали неделю, неделю. Так, сейчас спустя неделю, да, ровно неделю спустя пришло сообщение от человека, что добили банки, потому что сначала что-то не получалось. Ну, что я грустный, потому что мы рассчитывали, там первый платеж, даунпеймент такой, нужно было принять. Ну, мы планировали и говорили, что мы рассчитываем на 3000 долларов, не больше. Потому что и так этих бабок нету, как бы еще и это. Плюс там первый платеж месячный. И сейчас вот второе сообщение нам пришло от человека, что даунпеймент у нас будет 5000, как бы. И сейчас вот Катя там пишет, что не годится нам так. У нас нет бабок 5000, мы и 3, но мы не знаем, где брать, но 5 уж как бы куда. Вот, поэтому смотрим, чем дальше дело закончится. И, возможно, это они нам добили Lexus GX большой, он двухрядный. Но, возможно, мы переобуемся, но чуть поменьше на RX. Смотрим, что будет дальше. Катюк, ну что? Да какие надо 5000, блин, где их сейчас брать? Нет, 5000 нет. А что, что ты написала сейчас? Я спросила, что мы, говорю, я написала, говорю, мы на 3000 договаривались этот GX, говорю, может, давайте на RX 5 тысяч это уж прям too much. И что он еще пока ничего не ответил, да? Он прочитал. Вообще написал условия такие, что 12 тысяч минимум машинопробег в год. 12 тысяч? Да. А, в год. Ну, и мы. Ежемесячный платеж с налогом в 883 доллара. Уже приезжены номера, регистрации и страховка в AirTier и бесплатный сервис на 2 года. В AirTier это... Это на... Это страховка. Если ты что-то поставил, сделал и когда возвращаешь машину после лизинга, ты не должен платить. Короче, эта страховка покрывает 7 тысяч долларов. Например, то есть... 7500. То есть, например, колеса на Lexus шины очень дорогие. Там около трешки, по-моему, выходят. Или 4 тысячи за колесо. Тысяча за колесо. 4 тысячи выходят. И вот как раз за 3 года они изнашиваются, что нужно менять. И вот этот вот... Вот эта страховка, она покрывает это. Плюс какие-то потертости, если там сиденья или что-нибудь еще. В общем, на 7500 покроет вся страховка. В общем, смотрим дальше, что дальше нам скажут. Короче, после этой короткой вставки мы поняли, да, что нам одобрили. Мы были очень рады. Но обломались, когда увидели, что down payment туда требуется 5 тысяч долларов. Плюс не настолько нас привлекала эта машина, потому что там не было багажника. И мы решили переобуться на Lexus RX 350. И нам его одобрили с down payment, как нас устраивает. 3 тысячи с платежом 700 долларов в месяц. И теперь мы едем его забирать. Сейчас покажем вам салон, сейчас покажем вам машину. И попросим брокера рассказать, в чем разница между кредитом и лизингом. И вообще, что делать дальше. Все, мы приехали в Lexus. Правда, мы после поездки на машине с открытым верхом выглядим так, как будто нам нельзя давать машину теперь. Я выгляжу так. Может, мне не стоит туда ходить. Я должна показать этот... Где моя красная дорожка вообще? Ты рад? Я очень рад. Мы идем вот сюда. Ты готова? Пойдемте? Да, пойдемте. Я буду все фиксировать. Машина, говорят, даже с бам-бам. И тем, и тем. Миленько. Я побежала. Я побежала. Вот она. Приветствовать меня. На, конечно. Ну, мы же в восторге. Какая-то у нас своя машина будет здесь. Нам ее открыли. Она у нас... О, боже. Здесь сейчас нам сразу номера, регистрация. Здесь обдул. Здесь полный фарш. Вообще здесь просто все, что можно. Наши ключи. Два ключика. Брелочки. Сказали. Подарок. Больше багажник. Больше, чем наш. Да, больше. О, смотри, прикольно. Если что-то поставила, ничего туда точно не свалится дальше. Ну, да, это утягивается. О, божечки. Какое прелесть. Слушай, точно сможем сейчас все подписать и забрать ее. Да, иногда не верится, да? Паш, она не просто белая. Она жемчужно-белая. Это тот цвет, о котором я всегда мечтала, когда была в России. Когда он белый, но он жемчужно-белый. Я не знаю, что это перечисло. Только Е85. Так. Раз, два, три. А мне интересно, здесь есть? Здесь изофикс-крепление отлично для кресла детского. Ребята, это бомба-пушка-ракета вообще. Занимательный факт. Мы взяли машину, ни разу ее не видев, эту модель ни разу не видев. Не, оказываясь, внутри, да. То есть просто мы решили, что нам нужна машина. А какая она, что? Мы вообще даже не смотрели. Мы просто взяли тачку. Америка, блин, я люблю за эту Америку. Она новая, новенькая. Круто, что деревянный руль, потому что я кольцами постоянно протираю. Это для меня очень важно. Очень. Она просто, здесь билочки какие-то висят, все висит. У нас с тобой ни разу не было новой машины. Никогда. Это 21-го года свежайший Лексус вообще. Люк. It's so cute. Люк есть? Да. У нас есть люк. Такая обивка мягкая, но не спать прям можно сверху. Деньги, успокойся уже. Пятая часть документов. Часть документов вы подключите электронно. У нас временный номер. И мы можем потом после этого подать заявку, чтобы поменять себе, например, именные номера. Или на лизиковой машине можно ездить только на тех, которые можно. Это делается онлайн? Ну, это где там, да? То есть, мы имеем право. Посмотри, она не черная решетка, а тоже блестящая серая графитовая. Какая-то, Space Gray у айфона. Диски черно-металлик. Она типа в максимальной комплектации какой-то. Do you like it, Daddy? Нет. Ну что, поздравляю? И прикиньте, тоже совпало с моим днем рождения. Какая прелесть. Аполлогия должна быть моей, значит? Конечно. Все твое. Все твое-мое. Все твое-мое. Все мое-мое, все твое-мое тоже. Просто обычный А4 листик. Товременные номера. То есть, через месяц будут металлические. Этот документ будет привязан также. Здесь у вас будет желтая наклеечка. Она клеится на номерный знак. И ее нужно постоянно продлевать там, да, определенный срок? Продлевайте раз в ход. У вас в регистрации идет... До вашего дня рождения. То есть, если регистрация на время на вас, с вашей день рождения каждый год вы до вашего дня рождения должны обратить к регистрации. Можно поделить так же на нас. А если у нас, вот у меня в понедельник регистрация... Ой, день рождения. То что, я в понедельник регистрацию переделать или следующий год? Да, конечно. А, конечно. Окей. То есть, эта бумажка просто вот в курятке, внизу там, внизу вашей информацией в бардачке. Номер я вам прикручу. Через месяц вам поставить. Они звонят обычно, говорят, что ваши номера прибыли. Вместе с регистрацией. И регистрация, и номер здесь. Вы заедете по угостик, купите кофе, и мы его провешиваем. И после этого уже мы можем свои поставить, да? Да, да, да. Точно так. То есть, если вы можете поставить свои, любые какие выходные стены. Не обязательно ехать в DM. То есть, они так и называются. Tech Agents. То есть, их очень много. Частые компании, которые просто приезжаете, я хочу там, не знаю, любой номер был в Альфа-Паре. То есть, они вам делают этот номер. И вы, соответственно, также будете уже платить немножко дороже. То есть, также вам стоят на регистрацию. Угу. У вас закреплен этот номер. А, это даже не в DMV надо смотреть. Нет, не в DMV. То есть, это Tech Agents. Они уже потом в DMV отправляют эту информацию и сохраняют ее для вас. То есть, этот ваш уже номер, соответственно. И этот ваш будет металлический, и тот ваш. То есть, вы за это и платите каждый год, чтобы вы пробить. Круто. Ты видишь, там написано Z-E. Зинченко Екатерина ваша. Я же говорю, машина S там, Сергеевна. Все мое. Видите, Каст, Зинченко Екатерина. Все, да. Вот так вот. По-русски? No? No. Okay, no English. Я вам буду все переводить. Спасибо, да. А то мы можем что-то недопонять. Ну, смотрите, что мы делаем. Мы подписываем с вами все документы. То есть, будет контракт, будет bars order, то есть, там, где указаны все платежи, то есть, то, что платите, налоги, такс и все-все-все. Указано. Я вам еще покажу, расскажу. Зачастую подпись идет вот на этом столе. То есть, это электронная подпись. Очень прикольно. То есть, мы одного изделия, а вот этого нет. Попробуем, что надо делать. Ну, по-моему, очень прикольно. Ну, идти обычно на столе. Вот. Покажи, Паша, ты заплатил сейчас, да? Мы заплатили down payment наш оставшийся. И теперь идем слушать историю о том, что нам делать дальше. Муж, ты счастлив? Теперь это официально наша тачка. Все. Ну, никак не наша, она лизинговая, естественно. Но мы на ней уезжаем. Это наша первая новая машина. Американская. Ты думал 10 лет назад о том, что ты в Америке купишь Lexus? Нет. Ну, мы и не купили, естественно, это лизинг. Это, по сути, как рент с возможностью выкупа. Но суть в том, что... Ну, этот рент нам даст возможность расти дальше. Это очень важно для кредитного рейтинга. Да. Написано, если вам кажется, что вы не сможете, типа, у вас и не будет, типа, if you think you can, you will. То есть, если вы думаете, что сможете, все получится. Мы можем, у нас получается. Вот так и вышло, кстати, с нами. Скажу так, мало кто верил в то, что мы уедем отсюда на Lexus из нашего окружения. И уж тем более из нашего старого прошлого окружения. Но we can, we will. У вас слизин 36 месяцев. Так как вы сегодня оплачиваете свой первый месяц, у вас остается 35 платежей. У вас здесь также есть остаточная стоимость. То есть, если вы захотите выкупить свой автомобиль по стечению срока, да? По стечению срока, да. Вам нужно будет заплатить вот эту вот сумму 21 545 долларов. Вау. И также это можно сделать кредит, да? Ты пришел возвращать, взял кредит на оставшуюся 21 и кайфуешь. Поэтому я вам вкратце и расскажу, чем отличается кредит от линга, какие его плюсы, какие минусы. То есть, смотрите. Все очень просто. Первый нюанс. То есть, когда вы берете машину в кредит, у вас, соответственно, это APR. Это интерес. Процент. Может быть, 2, 3, 5, 10 процентов. Все зависит от того, какая у вас кейтная история. Были у вас машины, не было у вас машин. То есть, это сложно, да? Вы, соответственно, уже переплачиваете этот процент. То есть, в лизинге этот процент всегда до одного процента. Ой, как нам сейчас еще и повезло. Конечно. Первое. Второе. У вас одинаковая машина. Это машина одинаковая. Что вы купили в лизинге, то есть, вы едете на этой же машине. Только у вас лизинговый платеж считывается, грубо говоря, зависит от residual value. То есть, residual value это то, насколько машина теряет в цене, да? Машин бренд теряет больше. Это может быть 50 процентов, 56, 53, 60. В зависимости от бренда. От этого и подчисляется месячный платеж лизинга. То есть, мы можем вычислить четко, минимально, сколько вы будете платить. Соответственно, чем ниже ваш месячный платеж, тем меньше вы выплачете за эти три года, но у вас остается паёв выше, да? Ага. Поэтому, зачастую, почему невыгодно выкупать свой автомобиль после лизинга? Потому что, если у вас была хорошая сделка, вы, соответственно, мало платили изначально, у вас остается большая стоимость в конце паёв. Соответственно, после окончания трёх лет, вы можете просто такого же, скажем, с таким же пробегом, такое же качество машину, да? Тот же Lexus купить, намного пешёвле просто на рынке. То есть, не за 20 тысяч, да? Как здесь? Грубо говоря, да. А за 15, ну, грубо говоря. Ну, образно, да. Поэтому, никогда не выгодно выкупать свой лизинг. А, чём вы ходите на лизинг? Опять-таки, вы, у вас меньше платёж, чем кредит, вы едете на той же машине, у вас это три года, то есть, через три года у вас есть, как минимум, несколько опций. Первый, вы можете поменять машину, опять-таки, на новый лизинг. То есть, я прихожу, отдаю старую машину, и мне дают уже, там, 24-го года новый, да? Да, да, то есть, вы, во-первых, вперёд, опять-таки, новую машину. Во-вторых, если вы остаетесь, опять-таки, с Lexus, они у вас есть уже loyalty, то есть, они дают вам ещё больше скидки. То есть, ещё машина у вас, как пример, будет, вот, допустим, вы возьмёте тоже с LX, вы пересядете, опять-таки, на RX. Соответственно, уже RX, следующий будет для вас, 100% будет дешевле для месячной платёж, и у вас будет новая машина. А, насколько обычно дешевле? Ну, в среднем, ну, или в среднем, там, будет. Сейчас, 200 сделки от... Стоимости машины в тот момент, да? Я вам не могу сказать. То есть, опять-таки, если люди приходят... Ну, полтишок минимум сэкономить можно, наверное. Да, точно. То есть, у вас, как минимум, полторы тысячи loyalty уже идёт, это уже 40 пидоров. Меньше, в любом случае, будет от того сделки, которое есть. Например, люди приходят в дилерскую, то есть, задача дилерская какая? Продать вам машину подороже, чтобы заработать на вас деньги. То есть, это задача продажников их, правильно? То есть, его никто не знает, хорошего сделка, либо плохая. А, поэтому, человеку могу такой же RX подать, там, за тысячу долларов в месяц, и он будет платить деньги и не знает. А, поэтому, в чём заключается наша, в принципе, работа? То есть, помимо того, что мы вам помогаем, чтобы сделать для вас опробу, мы также, я сам сижу с компьютером, то есть, не только футбол смотреть, эти три монитора, а также программы, которые я сажусь, и просто его считаю каждый месяц, вот, да, там, целый лист, там, программы, цифры, которые я вот вбиваю всё вместе и понимаю для себя... Блин, это сложная работа, нужно быть ещё и аналитиком. Для видео, скажи, что этот человек, он не является сотрудником дилерского центра Lexus. Я брокер с костюмой, да, брокер, а там на заднем фоне, вот, видно, что работают с разными марками. Вот, вот, это вот, например, это программа Lexus на месяц. То есть, вот, это вот, это вот программа одного дилера. То есть, я должен всё пересмотреть, чтобы дать вам... Выбрать оптимальное что-то. Чтобы знать, что у вас там, на вас нет заработать лишний день. И так с каждым брендом. Так же Audi, BMW, то есть, очень много дилеров, которыми мы рядом работаем, они нам присылают программе, мы это всё посчитываем и делаем для вас цифры. Поэтому вы можете спать спокойно, что у вас хорошее сделает. Соответственно, вернёмся к финансированию и к лизингу. То есть, во-первых, ездите 36 месяцев. Каждые 3-4 года каждый бренд выпускает, обновляет модель. Соответственно, мы стремимся к чему-то новому, к телефоном новым. Ну, да. Хочется чего-то нового постоянно. Кредите нет смысла, потому что, если вы берете кредит, это на 5-6 лет, вы будете ездить 6 лет на машине, чего... Не, ну, кому-то это подходит, кого-то устраивает, а для таких, кто... Хе-хе-хе, я вантеристов, людей, мне кажется, интереснее всё-таки менять постоянно. Покупать автомобиль в кредит, если вам дают кредит, например, под 0%, либо 0,5%, 0,9%, вы знаете, что вы на этой машине будете ездить, например, 10 лет, потому что человек, вот, есть люди, там, ему всё равно на машине. Ну, купил, у него есть 4 колеса, он ездит там тысячу миль в год, может, но у него там 5 лет много, они её покупают. Или она отдельная, семейная, когда ты перемещаешься очень редко куда-то всем этим скопом. 50-60 тысяч миль в год. И в лизинг не укладывается. даже не такая призновая программа, поэтому им тоже не вариант, то есть, в их случае нужно только покупать. Ну, они платят дороже, соответственно. всё. Чем я всегда говорю, что лизинг лучше, чем кредит? Всё очень просто. У вас есть, как минимум, три года поедить на этой же машине, тропу взяли кредит, новый, вы платите меньше, у вас есть минимум три года для того, чтобы понять, нравится она вам или не нравится. Если она вам нравится, вы просто через три года можете выкупить её в тот же самый кредит, но эти три года вы будете платить минимум на 200-300 долларов в месяц меньше. Подкладывайте деньги, вы ввели эти деньги, через три года сложите их, когда он это может быть. Не бояться, что машина пострадает. А там ещё нужно будет down payment какой-то вносить к тому моменту, когда покупать, а я имею в виду покупать. Хотя там такая сумма у нас осталась, что банки, в принципе, без проблем эту сумму дают. Ну, если ты плачешь машину, они же будут видеть, как ты всё отлично платила, да. Никаких денег down, ничего, то есть это уже... Просто да забрать и всё. Так, как выбор с первый раз. Да, да. Все должны давать деньги down. То есть это как бы требование баха. И эта опция лизинг, она всё-таки идёт параллельно как типа финансирования, за счёт чего кредитный рейтинг, он будет всё-таки складываться, строиться как-то, да? Это отдельная программа, да, то есть можно отнести равно, просто это отдельно я имею в виду, это влияет на кредитную историю, на кредитный рейтинг, так или иначе, даже лучше. Ага. Потому что кредит получить намного проще, если вам могут дать 20% годовых, вы поедете, вот, может даже без соушла этот кредит. Мы, например, делаем здесь к условию, мы можем взять кредит без соушла даже. Там будет очень высокий процент, но это реально. То есть лизинг без соушла, вообще без вариантов. То есть кредит можно при любых послательствах. Очень важный момент, друзья, если вы турист или если вы в процессе легализации без соушла, вам программа лизинга недоступна на заднем фоне, я болтаю. Кредит, вот это я не знала даже, но там проценты адские просто. И, наверное, в тот момент, когда еще турвиза вот прямо свеженькая, да, там что-то дают. Можно наоборот, главное, чтобы у вас виза не заканчивалась через год. Ну да, я и говорю, что она вот, чтобы она была действующая. А еще момент, у нас есть ограничения сейчас 12 тысяч миль в год. Если я знаю на сто процентов, что я машину буду выкупать, я могу не соблюдать эти ограничения или все равно нужно? но, когда вы приедете по окончанию лизинга, у вас, например, будет over-managed, то Lexus может пересчитать достаточноную стоимость автомобиля. То есть, он теряет, да? Да, он теряет стоимость, а почему он пересчитает, то есть она может стоить дороже. Ага, понятно. Старайтесь в стоимость, вы считываете, это очень важный момент. Если бы вы брали 10 тысяч миль, то мы платеж бы был дешевле. Месяц. Если бы вы брали 15 тысяч миль в год, то платеж бы был еще выше. Поэтому, если развить жил вагу у автомобиля, когда он теряет, либо не теряет в цене. Чем больше, соответственно, пробег на машине, тем выше платеж у вас. Еще нюанс очень важный. Один год 12 тысяч, три года 36. Мы обязаны каждый год вкладываться в 12 тысяч или главное, чтобы через 36 месяцев мы привезли 36 миль. А, то есть сейчас, если, грубо говоря, год этот мы планируем ездить только на этой машине, но мы захотим накатать 16, например, а через год просто взять вторую машину и будем знать, что мы тогда максимум 7 будем выкатывать. То есть я могу эти 36 тысяч распределить себе на три года, главное не выйти за рамки. Плюс у вас полностью весь сервис включен, то есть все замены, масло... На три года или на первое время? На все три года. То есть а где это обслуживает? В любом лекции. Сюда мы можем приехать. Здесь, может, в любом лекции. Как часто надо это делать? На нем каждые 10 тысяч миль. Каждые 10. Грубо говоря, раз в кое. Я через 10 тысяч миль могу даже вам там позвонить и вы мне подскажете, куда подъехать, если что. Ну, на самом деле... Скажешь, лучше меня не напрягайте, но если вдруг мы забудем, запутаемся, но я не думаю, что мы через год забудем, запутаемся. Сюда просто приезжаешь и здесь сервис. Кроме того, вы приезжаете, они у вас смотрят по Веномеру машину, у них вся инструмент. Делают все, фильтры, масло или это все остальное мы что-то делаем? То есть нужно по каждому сервису? То есть у каждой машины есть приема? Мы не делаем ничего вообще, за исключением поломок. Если поломки, то... Поломки у вас тоже нет. Нет, поломки, значит, физически, если мы сломаем сами что-то понятное новое. Не, ну ехал ты на дороге и у тебя колесо отвалилось. Бывает, я не знаю, по какой-то причине. Какая-то неисправность изначально на заводе, да. Если вы не сами плохо прекратили, то понятно, это ваша ответственность. Если это что-то с поломка какая-то, с машиной, то у вас полная гарантия, вы ничего поддите по-моему не должны. И также мы можем кого-то вызвать, чтобы к нам на дороге приехали и нас эвакуировали или бензин, если закончился. А где это посмотреть? У нас есть какой-то телефон, где-то номер. У вас розы есть в бардачке, там где книжка, там сюда. Да, это не номер. Если у вас кнопка, если у вас есть кнопка, вы просто нажимаете кнопку. О, есть же такая опция, да-да-да. Ну все. Как бы все. Ну все, как бы все. В смысле совсем все. Друзья, давай сразу в середине видео скажи, что мы даже договорились о том, что если вы здесь в Майами, захотите, чтобы вам помогли с кредитом, с лизингом, неважно. На любые марки машин, потому что вы работали не конкретно с Лексусом, а с брокером, то если вы придете и назовете промо-код, как у меня инстаграм называется, Катя Лайф, да, то вас обслужат на высшем уровне и с очень крутыми бонусами, скидками и бенефитами. Имейте в виду, то есть стопроцентная гарантия того, что сделка состоится. То есть не будет такое, что если у вас недостаточно каких-то там документов, условия не позволяют, там доход, мало времени находитесь, столько приехали, переехали и так далее, вы все равно уедете на машине. Для вас обязательно здесь не только лексусы, любые машины, любые машины. Да, но если вы хотите особенный подход, не забудьте назвать промо-код Катя Лайф. Самый главный прикол, так как мы стали владельцами именно Лексуса, то приезжая в любой салон Лексуса, мы имеем право на бесплатную мойку, бесплатный кофе, тренажерный зал, пока у нас идет техобслуживание и так далее, бильярд, ресторан и куча-куча-куча всяких приколов, которые вот именно клубные. Есть еще опция бесплатного паркинга, много где по Америке вообще VIP-паркинг для Лексус Кастома, ну, владельцев Лексуса, да, так что будем сейчас теперь полностью пользоваться всеми этими венефитами. Для начала идем пить кофе, а потом идем мыть тачку. Ну, вот и наши первые бенефиты. Лексус Кастома. Ой, Афри кофе Флэкс Кастома. Сливочки оригинал, хезл нанс, не знаю, есть вероятность, что с сахаром. Ну, что ты сейчас любишь? У меня аж немножечко странное ощущение, волнение, мандраж от всего происходящего в последние дни. потому что как-то все это навалилось, столько всего, и эмоции твои, эмоции от машины. Я вообще очень вдохновлял в плане того, что мы там тебе мечту твою исполнил. Это Паша говорит про то, что он мне мустанга взял на неделю погонять на днюху. Да. Пока не купил, но куплю. Взял. Да, через годик купим, не переживай. Любимый, я все твои мечты исполнил. Я к тому, что просто мандраж немножко такое, волнение. А, то есть следующий день рождения мой лизинг пойдем вот так вот, любимый, да, подпишем тебе тачку Габриллэ. Это возможно. Да. Кстати, реально это Америка, здесь все возможно. Я бы не могла подумать об этом 10 лет назад. Я бы не могла подумать об этом даже год назад, ребят, честно вам говорю. Даже год назад я не думала о том, что мы будем брать новую машину за 55 тысяч долларов. Ну, я сегодня ехал, мы ехали с тобой быстро очень ехали, там, 130 км в час знали по прессе на мустанге. Ехал 80 миль, это больше. Да, на мустанге, под музыку, и у меня, я почувствовал такую какую-то эйфорию даже от происходящего просто мы в Америке. кто знает, что мы из бывших зависимых задают вопрос, что совсем не пьете, совсем не курите? Нет, кабриолет, король и шут, и все. Вот такой фиг, да, и просто от того, что происходит в нашей жизни, как бы, слава богу, реально, это все, слава богу. Ну, что, все, машина наша, мы все заплатили, осталось не сцепи, я платил за первый месяц, мы ждем ссылку. Бантик, к сожалению, нам с тобой не отдадут, поэтому мы его снимаем, убираем, машина официально наша, мы садимся и едем, валим. Счастливую жизнь с новой тачкой. Спасибо, друзья, что были с нами в этом видео, смотрели. Не забывайте пользоваться промокодом, не забывайте пользоваться своими яникитами, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь, и до новых встреч, друзья. Пока, пока, пока. Погнали. Мы погнали. Пока, друзья. Самое главное не показали, смотрите, машина же на улице, поэтому распаковываем, как знаете, как это распаковываешь. А у меня вот здесь, смотрите, у меня тоже это. Ааа, вкусняшки. А куда все это выкидывать говно сейчас, как обычно? Как обычно. Захламление Lexus. Оп. Выкинуть надо где-то, Паш. Не гони. Ты выкинешь. Что происходит? Ну, господи, боже мой. Оп. Что происходит? Паш, смотри, там сзади, наверху тоже. Отклеивай. Распаковали. Давай. Что происходит? Что происходит? Происходит то, что у тебя наконец-то есть новая машина. Ой, я даже боюсь ее закрывать. Видите? У меня сиденье подъехало, руль выехал. Простите за нашу дикость, друзья, у нас реально никогда не было своего. У нас никогда не было новой машины просто. Никогда. Тем более своей. Бензин даже полный бак. Серьезно? Покажи. Вон, фу. Где? А, вот. Бензин полный бак. И здесь на бензин минимальный еще надо заливать. Там видно будет скорость. Эппл кар. слишком большой кондей. Да, я даже теплее, холоднее. Вот. Температура тебя. А это что? это ты вот так вот тут всякие навигаторы. Эко-режим. Кто? У нас на машине есть спорт-режим. What's going on? Что тут? Покажи, покажи, открой. Так, как открыть люк? Open. А это up, а это down. Это что значит? Up down. А, это просто поднять, опустить, а это сдвинуть, Паш. Мне кажется. Видите, это лицо. Ну, Паш, ну, реально, мы же не настолько дикие, или настолько. Мы только что сюда ехали на кабриолете. И все равно настолько дикие. Ну, это наш Lexus. А, ну, это наш. Ту отдавать надо, а это наша. Субтитры сделал DimaTorzok